Battlefield V, разработанный студией DICE и изданный Electronic Arts, вступил на поля битвы в 2018 году, как очередное продолжение культовой серии масштабных шутеров, с противостоянием пехоты и техники на 64 человека в каждом матче. Данная часть, после весьма и весьма успешной копейки, имевшей лучшие продажи во франшизе за всё время, обещал вернуть игроков к истокам первых Battlefield, воссоздавая события Второй мировой войны, и, конечно же, продолжая тенденцию привлечения новой аудитории, как это сделала и её предшественница. Несмотря на амбициозные планы и потенциал, игра столкнулась с крайне большими проблемами на старте, и первый год своего жительного цикла она подверглась огромной критике со стороны игроков за своё несоответствие духу и настроению, передаваемой эпохе Второй мировой. Но в данном ролике, господа, я не буду заострять ни вашими своё внимание на проблемах минувших дней. Наша задача — рассмотреть данную игру в контексте законченного продукта, который сейчас представлен игрокам, и немного подискутировать на тему того, а стоит ли играть, покупать и вообще обращать своё внимание на Battlefield 5 спустя 5 лет. Усаживайтесь поудобнее, друзья. Мы начинаем. Сеттинг игры, как и в целом эпоха Второй мировой войны, всегда привлекал игроков своей ценностью и исторической значимостью. Battlefield 5 стремился вернуться к этим истокам собственной франшизы, но в конечном итоге, то, как был реализован данный сеттинг с точки зрения своей достоверности, вызывало вопросы. Отсутствие серости, трагичности и драмы на полях сражений могло и всё ещё может отпугивать тех, кто пришёл в пятую батлу ради этих вещей. Но давайте на чистоту. Battlefield — это аркадный шутер, призванный дарить фан и веселье для игроков. Сюда, что фанаты, что новые пользователи приходят именно за этими эмоциями. И именно по части удовольствия от геймплея, пятёрка вас одарит сполна. Красочность картинки, сочная графическая составляющая, перекочевавшая напрямую из самой красивой части Battlefield копеечки, невероятно атмосферные и жирные по своему наполнению звуки. И ведь графика в игре действительно впечатляет даже сейчас. Детализация и проработка объектов, персонажей и даже оружия, как по мне, так значительно превосходит ныне актуальную батлу 2042. Последняя тоже может местами впечатлить, но именно по общей целостной картинке визуала пятёрка на голову выше. Каждая карта в игре вполне самобытная и имеет уникальный стиль. Местами, конечно, имеются очевидные проблемы с видимостью, которые буквально на 100% маскируют ваших оппонентов в тёмных обликах. Но это настолько уже базовые вещи для практически любого современного шутера, что обращать на них внимание особого смысла нет. А вот на что действительно стоит кинуть наш взор, так это на шутерную составляющую, которая в данной игре, что на релизе, что сейчас, до сих пор собирает лишь одни восторженные отзывы. Пятёрка имеет поистине шикарнейший импакт от стрельбы и одну из лучших реализаций этого компонента в современных аркадных шутерах. До эталонной MV19 в этом плане дотянуться сложно, даже её прямому продолжению. А пятёрка на момент своего выхода не имела такого конкурента и по праву являлась лучшей в этом аспекте. Отдача оружия, важность вести стрельбу короткими и длинными очередями на средней и более дистанции, достойнейшей анимацией и всё такие же отличные звуки не оставят вас равнодушным при игре со здешними ганами. А разнообразие стволов, их поведение и области применения также отлично разбавят ваш игровой опыт. Ну а имеющаяся в игре кастомизация и древо прокачки оружия, которой не было в предыдущей Battlefield 1, послужит хорошим инструментом, чтобы подстроить выбранную пушку под ваши нужды и цели, сделать оружие более точным, но пожертвовать скоростью передвижения или прицеливанием, или поступить наоборот, и пойти по другой ветке исследования. Решать, друзья, только вам. В любом случае, время, затрачиваемое на открытие и прокачку очередной пушки здесь, весьма недолгое. Так что найти своего фаворита в каждом классе проблемы для вас не составит. Ровно это же описание, к слову, можно применить и для характеристики техники в пятом Battlefield. Тяжелая, имеющая вес и мощь каждого залпа. Любая бронированная единица здесь, это огромная проблема для пехоты, и катализатор фана для тех, кто ее управляет. Вам разве что придется привыкнуть к ее не самой высокой динамичности. Но те, кто любит просекать по полям сражений, найдут менее бронированные, но куда более юркие боевые машины. Но и цена ошибки на них будет значительно выше. Авиация также способна вам дать обширный выбор. От легких, но больно бьющих истребителей, предназначенных для борьбы сражескими пташками, до тяжелых бомбардировщиков, способных посеять хаос для пехоты и попадающей под раздачу техники. Главным минусом парка, что наземного, что воздушного, я могу отнести систему ремонта и пополнения запасов. Полностью отремонтировать вашу технику в бою невозможно, кроме оказания ей экстренного и частичного восстановления. Отстреляв весь боекомплект или же имея серьезные повреждения, вам придется прокатиться до ближайших точек снабжения. Это в свою очередь несколько снижает и без того не самую высокую динамику игры на здешних колесницах. С другой стороны, это дает пехоте хоть какую-то передышку, открывая окна для маневров и захватов, что добавляет некого тактического и командного геймплея. К слову, с командным взаимодействием в игре тоже все в порядке. Даже играя в одиночку, вы вряд ли столкнетесь с тем, что у вас не окажется патронов или вас в очередной раз не поднимут после гибели. Здешние медики, особенно уже высокоранговые игроки за них, практически всегда окажут первую помощь и подкинут дополнительную аптечку. А противостояние ветеранов игры за обе команды рождает интереснейшие баталии, где игры в одну калитку почти и не бывает. Местные сражения увлекательны, красочны и веселы, так что я смело могу рекомендовать вам залететь в пятерку большой компании и наслаждаться данным проектом. А если же у вас нет напарников, онлайн игры и стандартная формула веселья батлы не даст вам заскучать при очередном штурме того же Роттердама. Ведь с онлайном у игры все в порядке, и актуальность покупки игры сейчас, особенно на какой-нибудь распродаже или по подписке Яплей и Иксбокс геймпасса, можно даже и не обсуждать. Battlefield V это игра, которая, несмотря на некоторые проблемы и критику, оставила свой след в истории аркадных шутеров. Ее можно долго ругать за то, чем она была и должна была стать. Но история не любит сослагательного наклонения, и конкретно сейчас пятерка это достойнейший продукт, которому я желаю еще долгих лет активной жизни. А вам, друзья, я желаю играть только в хорошие игры. И о них вы сможете узнать из моих предыдущих обзоров или из будущих. Так что не забывайте подписываться на канал и прожимать на звонки лайк. Впереди будет еще интереснее. А для вас, как всегда вещал Фламинго, и увидимся, друзья!